Всем привет, бандиты, и это уже 160-я юбилейная серия по охоте. Поскольку это юбилей, я решил завести вам реально годного контента, которого еще не было у меня на канале. Я не буду использовать запрещенные приемы, просто по-братски попрошу вас собрать 1500 лайков на видосе за 24 часа. До отметки в 100 тысяч подписчиков на канале осталось всего 8к, давайте добьем пацаны и ко мне приедет кнопочка. Если вам не сложно, то просто подпишитесь на канал, поставьте лайк на это видео, включите колокольчик и напишите комментарий. А если вы на меня уже подписаны, то залетайте играть вместе со мной на 18 сервере Аква и вводите мой промо хэштега Лонса. В общем и целом, братва, не буду вас задерживать, берите что-то вкусненькое, присаживайтесь поудобнее, ведь я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, пацаны, это уже третья серия охоты, где я пытаюсь общаться с вами нормально, не кричать в микрофон и не делать какие-то странные интонации, поэтому я думаю, это заслуживает лайка. А теперь давайте перейдем к просмотру Фрапса. Мне подписчик скинул тут одно видео доказательство, где он хотел прикупить себе машинку, но сами понимаете, что случилось. Сначала он поехал на БУ и нашел ту самую машину, которая ему нужна. Ему предложили обмен и они поехали на низкий класс. Он купил себе стоковый ЗАЗик для того, чтобы обменяться и начал писать условия, в которых было написано, что он хочет обменять свой ЗАЗик не фуловый, на фуловый ЗАЗик, в котором нету лаунча. Причем доплата, ребята, в 300 тысяч рублей, а для игроков, которые покупают себе машины в низком классе, это очень большие деньги. Наконец-то наш Кидала подтвердил условия, после этого мой подписчик, конечно же, затаймил, и на этом он молодец. И после этого уже можно было обмениваться имуществом. Только почему-то обмен имуществом подкинул не мой подписчик, а сам Кидала, хотя это прям не та тактика, которая нужна. Ребята, если вы обмениваетесь с какими-то подозрительными личностями, то, пожалуйста, сами кидайте обмен. Ну а сейчас вы могли наблюдать, как вообще работает обман. Тачка даже с сервака не выгрузилась, и моему подписчику подкинули стоковый ЗАЗ. А когда я нашел его в игре, я вообще выпал с пятого этажа, поскольку он был на том же ЗАЗике, на который и заскамил. Получается, ребята, у него это отработанная схема, и скамит он так постоянно. Короче, он на этом зарабатывает деньги. Если бы со мной рядом сидел Киза Шейх, то он бы сказал, что помимо денег пацан заработал еще и БНН. Я решил немного за ним последить и посмотреть, каковы дальше будут его действия. А он дальше просто предлагал обмены всем подряд, говоря, что его тачка фуловая. Ну что могу сказать, по фрапсу мы видели, что эта схема обмана реально рабочая, поэтому нам придется забанить этого пацана навсегда. Причем это надо сделать побыстрее, пока он еще кого-то не заскамил на деньги. До меня, кстати, только дошло, что он заскамил девочку, и причем я ее телепортировал. Сейчас посмотрим на его реакцию. Я, конечно же, не уверен, что Вика Николаева это девочка, но все же ее ник оставляет у меня такое мнение. Ну, короче, дружище, рассказывай вообще, чем это ты у меня на серваке занимаешься, как бабки фармишь, собственно. Ну вот они, знаки вопроса полетели. Это уже говорит о его наглости и уверенности. Он, наверное, думает, что за обманы ему ничего не будет, но не тут-то было, родной. Сначала нас интересует, знаком ли ты с Викой Николаевой. Он меня спросил, с какой. Ну, ты че, слепой, родной? Вот рядом со мной стоит Вика. Не знаешь ли ты ее, а? Че-то у меня есть такая уверенность, что он щас скажет, что не в курсе вообще, кто это. Ну да, как же я это прочитал. Да ладно тебе, зачем же врать мне в лицо? Ты что, забыл, кто такая Вика Николаева? Ты забыл, на ком бабки заработал или что? Он, ребята, еще и шутки шутит. Кто ты воин, говорит. Да щас ты узнаешь, кто она, и получишь свой бан навсегда. Причем, возможности разбана у тебя не будет, поскольку ты скамил дальше и делал это прям очень долго и очень много. Я так понял, на аккаунт тебе вообще все равно. Чел вообще какой-то неадекватный. Он у Вики спрашивает, скамил ли он ее. Ты че, вообще приколы тянешь или что? Наш кидал, ребята, кидает свои предположения прямо в чат. Скамнул что ли? Ну да, скамнул. Ты что, забыл или что? Спрашивает еще, как именно он заскамил. Ты че, еще и не только с Зазиком скамишь? Ты, получается, масштабный кидал. Боже, какие же проблемы с памятью у наших кидал. Он заскамил ее совсем недавно и уже забыл об этом. Ну ничего, таблетка от памяти поможет очень быстро. Советую новичкам держать себя в руках, поскольку следующий фрапс доведет до слез каждого игрока, который заработал больше 100 тысяч рублей на шахте. На этом фрапсе вы сейчас увидите поведение максимального новичка, поскольку незнание правил очень сильно видно. На этом фрапсе мой подписчик продавал свой фуловый ЗАЗ за 1 миллион рублей. Только проблема в том, что он не знал, что ЗАЗик можно продать максимум за 60 тысяч рублей. И все же решил продать его. Почему-то он решил кинуть ему тачку первой за 60 тысяч рублей. Ну а после получить 900 косарей трейда. Конечно же, ребята, это была глобальная ошибка, поскольку чел попался кидали сам в руки. Он, скорее всего, даже не подозревал, что его заскамят на деньги. Был в себе уверенный, так скажем. Короче, пацаны, давайте без слез, поскольку я сам в шоке и еле-еле сдерживаю себя. Но он передал свой фуловый ЗАЗ за 60 тысяч рублей. А дальше чел взял и сразу моментально вышел из игры. А вы вообще заметили, что на первом фрапсе обманули девочку, а уже на этом фрапсе девочка обманула пацана? Я ХЗ, но это, кажется, месть какая-то или женская солидарность, что ли? Хотя, ладно, я немного ошибся. Дима Соловьёва. Или, может, и не ошибся. Короче, кто-то явно в чём-то ошибся. В общем и целом, ребята, наша Дима Соловьёва находится в казино. У неё есть и скины, и аксы, и она сейчас их продаёт. Наверное, чтобы в казик поиграть снова. Я так понял, деньги, заработанные с ЗАЗика, она уже слила в казино. И сливает последние свои шмотки для того, чтобы отыграться. Но, к сожалению или к большому счастью, казино нашей Димы Соловьёвой закончено. И я уже телепортировал его или её ХЗ. Так, кто-то ей мут дал. Давайте мут уберём и всё-таки пообщаемся с этой девчонкой или с этой парнишкой. Дима, ну давай, рассказывай, как делишки? Кстати, перед этим он затаймил, и, наверное, он думает, что это поможет ему на форуме. Но не тут-то было, родной. Рассказывай, как делишки у тебя? Как вообще на серваке играется? Чем занимаешься? Чем бабки хаслишь, родной? Эх, ребята, оказывается, у нашей Димы Соловьёвой дела очень плохо. Интересно, почему же? Наверное, потому что деньги в казино все слила. А ещё и плюс её заскамили недавно. Капец. И ты, Дима Соловьёва, решила, что после того, как тебя заскамили, ты пойдёшь ко мне в семью и будешь скамить или что? Ух уж нет. Нам такие игроки в семье, да и на сервере Аква, точно не нужны. Короче, пообщавшись с ней, я узнал, что заскамили её на тачку из Блэк Пасса и ещё на какие-то аксы. Это, конечно же, плохо, но ты могла или мог пойти написать жалобу на форум и твоего обидчика забанили бы. Но вместо этого ты пошёл на БУ и заскамил игрока на 1 миллион рублей. Это уже ненормально. Причём ещё, ребята, такая ситуация, что он вообще забыл, как заскамил игрока на машину. Он как бы забыл, что не доплатил 940 тысяч рублей, прикиньте. А отмазкой на это стало то, что он играет только по ночам. Не знаю, к чему он это вообще сказал, но всё же пусть будет. Дальше, пацаны, он пытался отнекиваться, ну а когда понял, что дело запахло жареным, он всё-таки признался и пытался как-то выкрутиться, вернуть бабки. Но сами понимаете, вернуть бабки можно только через форум. О-бо-бо-бо, агу-агу, агу-агу-агу-агу.